В какой семье вы родились? Семья обыкновенная. Отец – зоотехник, мать – колхозница, станица Александровская, Ростовская область. В какой школе вы учились? В первой в начальной и средней школе. Первая учительница – Сашенко, Валентина Ивановна. Она давно умерла, но я ее помню. Как вы учились в школе? Удовлетворительно. Были тройки, были пятерки, были четверки. Особенно по математике. Любил я математику. Дмитрий Васильевич Калмыков преподавал у нас ее. Чем вы занимались помимо учебы? Дома выращивал кроликов. Занимался птичками. Выращивал птичек, голубей, копчиков, грачей. Звал их. Они садились мне на плечи. Ручные были. Вот так мое прошло детство. Как вы помните войну? Войну помню. Отлично. Немцы у нас были. Захватили станицу нашу в августе 42-го. У нас стояли офицеры. Мама... Мама немножко... Не убили. Пришел сосед, немец, и говорит. Матка Юда... У нее нос длинный. Она говорит, Юда, Юда. Но она не знала, что это такое. Он за пистолет. Наш адъютант офицера вмешался и не дал расстрелять. Мать. А офицер, который стоял у нас на квартире, выстоял ручные часы на кровати, на спинку кровати повесил. Очень много. Наверное, больше десятка. Подозвал всех нас. И сказал, если возьмешь, бух-бух, убью. Но все обошлось нормально. Вы воевали? Воевал в Венгрии. Добивал фашистов в Венгрии. Освобождал Будапешт, будучи лейтенантом, командиром взвода. Мы стояли в Румынии. Нас подняли по тревоге. И отправили в Будапешт для усмирения поднявшихся хартистов. Меня посадили. Приказали сесть за руль автомобиля. И я повел машину с пушкой 45-кой до Будапешта. В Будапешт перед парламентом венгерским собралась громадная толпа. И начали стрелять в наших солдат. Десятки человек были убиты. И нам не было команды применять оружие. И один сержант, командир ЗПУ, ЗПУ-4, зенитно-пулеметная установка, четыре ствола. Когда наводчика убили, он сел за наводчика в кресло и открыл огонь по этой толпе. И с тех пор мы открыли огонь. Но избирательно. По тех, кто был с оружием. Толпа, естественно, разбежалась. И начались боевые действия. Артиллерийская подготовка. Западной Германии перебросили 10 тысяч артистов, бывших венгерских нацистов. Они осели в казаре Микельян-9. Нас вывели из Будапешта. Мы стояли на стадионе. Наш полк. В ночь на 7 ноября 1956 года был приказ Конева добить фашистской отродьев собственной берлоги. Нас ввели. Первый батальон был в казарму Кельян-9 нацелен. Второй батальон на другие участки. Мой взвод обезоружил училище Кошута по центральной дороге Будапешта. Я обезоружил училище. Мне помог в этом начальник училища, который закончил Академию Фрунзе. Жена у него, как он сказал, москвичка. Он очень мне помог. Я потерял одного человека. Хартисты убили. И в два часа дня получил приказ прибыть в штаб полка. Что я и сделал. Передал командование командиру взвода Морозу. Старший лейтенант, командир разведзвода. Узнал от него, что первый батальон. В казарме Кельян-9 был разбит. Полностью уничтожен. Во главе с командиром батальона и руководством батальона. У нас зенитная батарея в полку была. Осталось три человека. Остальные были убиты. Когда я прибыл в штаб, у меня была команда прибыть в казарму Кельян-9 и вытащить оттуда командира 1-й роты, который спасся, забаррикадировавшись в подвале казармы. И командир батареи, поддерживающий батареи с радистом, капитан Субботин, капитан Ревука и капитан Субботин. И с ними солдат, радист. новый БТР мне дали и я поехал. дали карту самую широкую улицу Юлей, которая была в Будапешче. подъехал баррикада, но был проход. оттуда из-за баррикады побежали в красных повязках люди, но с оружием, но не стреляли, никто не стрелял по нас, и мы не стреляли. и так прошел я шесть препятствий, шесть баррикад, мостовая разобрана была, но был проход. К седьмой поддержаю, прохода нет, и нас встретили огнем. Ну, мы, естественно, открыли тоже огонь и остановились. В это время с ближайшего дома Фаву с патроном в БТР подбили наш мотор, и мы остались в корыте. А БТР-152 накрывался брезентом, чехол брезента. Так мы просидели всю ночь, по нас стреляли, и бросали гранаты. Но самая широкая улица Юлей, мы посреди улицы стояли, но гранаты долетали. Вот это говорит о ширине этой улицы. Гранаты долетали, и одна граната взорвалась в руках Николая Ивановича Перешивкина. Оторвало ему руку. И всех осколками, кто был, были ранены. Я тоже был ранен, ну, легкое ранение. Утром, с рассветом, да, ночью, подготовка началась. Наша. Наша. Били. Орудия стреляли. Снаряды разрывались рядом с БТРом. Утром показался наш танк, подъехал к БТРу, и начали кричать, «Цепляйтесь!» Выбросили трос, «Цепляйтесь!» Абаз, Асад, Асад Абазов пытался выйти, только открыл дверцу БТРа, был ранен в бедро. Тогда танкисты открыли огонь с пушек и с пулеметом по окнам, откуда стреляли, и под предкрытием стрельбы зацепили как-то за оставшиеся в БТРе запчасти. И вывезли нас из-под обстрела. Как вы встретили победу? День Победы, ну, как, как все советские люди, с криком «Ура!» Митинг был в Александровке, где я родился, на нем выступили руководители района. Кем вы потом работали? Сначала киномехаником, потом поступил во ВГИК, в Московский институт, и оттуда был призван в армию. семь раз призывался, семь раз. Среднее образование, сказали, не пойдет. Возвращали. на восьмой раз призвали, ну, в училище, предложили в училище идти. Одесское пехотное училище, военное училище, тогда было название. Я сначала отказывался, а потом согласился, думаю, Одессу посмотрю. Приехал в Одессу, начались экзамены на математике, я примеры решил и подсказал, начал подсказывать товарищу по парте. Меня преподаватель выиграл, и это, которому я подсказывал, выиграл, и меня выиграл. Вызвали на мандатную комиссию, начальник училища говорит, вы учиться будете? Я говорю, конечно, и меня приняли. После первого курса присвоили мне сержанта, и сразу на третий курс училище стало, было двухгодичное, а в 1953 году перешло на трехгодичное. Где вы служили после училища? В Солнечной Одессе, коммунировом взвода, подготовки сержантов для охраны штаба округа. Расскажите, пожалуйста, о вашей первой любви. Первая любовь моя, и последняя моя Анюта, с которой я познакомился в 1956 году в Солнечной Одессе. женился, и прожили с ней 67 лет. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Семья моя, наша, наша с Анютой, состояла из дочери сына. Дочь родилась в Румынии, зарегистрирована в Бухаресте, в нашем консульстве. А сын родился в Томске. Какие достижения у вас были во время службы? Ну, я бы не сказал, что больших достижений я не достиг. Служил, как служил. Отмечен за службу Родине в вооруженных силах. Еще я не сказал, что Никита Сергеевич Хрущев в 1957 году, в январе месяце, 7 января, вручил орден Красную Звезду. Лично из рук Никиты Сергеевича Хрущева я его получил. А во время службы награжден вторым орденом. Орден за службу Родине. Вот такие достижения. Чем вы занимаетесь на пенсии? Разными делами. Охотой, рыбалкой. Выращиваю кур. И живу на даче. Что вы можете пожелать молодому поколению? Благоразумие, любви к Родине. Это самое главное. Любить свою Родину. Так, как любили мы, воины-ракетчики. Росстуда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова